Всем привет! Это подкаст «Базовый блог», мы снова на веб-прессаммите, и с нами Кирилл Бименлов в Парити. Привет! Кирилл, расскажи, чем ты занимаешься и что тебе интересно в Парити? И только ли в Парити ты этим занимаешься? Довольно забавная образность. Я вообще-то пришел в Парити за две недели до того самого хака, и я пришел как Rust-разработчик. Но по факту оказалось, что мне из всех, кому не все равно в Парити, мне еще не все ровнее всех остальных, и я с тех пор занимаюсь по большей части безопасностью. И, по-моему, сейчас у меня есть какой-то формальный этот самый титул Head of Security, но я не знаю, на визитках у меня написано, что я правопароли от Wi-Fi. Вот. Я, к сожалению, как бы, то есть Парити довольно большая, и у нас и кода много, и всего много, поэтому я не могу, ну, условно говоря, то есть, если представляется, что я вычитываю, как бы, каждый пол-реквест и говорю, безопасен он или нет, к сожалению, это, ну, как бы, вон их за год в одном субстрате две тысячи пол-реквестов. Да, я видел, например, субстратчик. Поэтому я поднял статистику и посмотрел, и увидел, что, в принципе, большая часть взломов всех этих самых криптопроектов, она происходит вообще не через криптовектор. То есть, в этом плане то, что, как бы, Парити-хак, это, в некотором роде, скорее, исключение. Вот. Из этой статистики потом вырос мой доклад совместно с Брайантом Айзенбахом на предыдущем F-Berlin'е и на Дивконе, на четвертом, про то, что, как бы, как подходить к security engineering, какие практики наиболее желательные и как, в конечном счете, это все упирается в operational security, того, как вы и разрабатываете, и того, как вы просто всем пользуетесь. Вот. И где-то этим я в Парити занимаюсь большую часть времени. То есть, у нас довольно интересная, как бы, инфраструктура сейчас готовится к тому, как делать релизы в чистой комнате, как бы, вот, натурально, без, ты знаешь, без дураков, без внешних всяких, вообще, коннектов и, как бы, на отдельном специальном сервере, который, к сожалению, сейчас Rust не очень хорошо поддерживает воспроизводимые релизы, которые в Reproduceable Builds. Но мы тоже, как бы, заинтересованы в этом и работаем с комьюнити над тем, чтобы это тоже научиться. Но пока, вот, просто подписи, ключи, проверка зависимостей, построение, ну, вот, как бы, в чистой комнате на изолированном сервере, на котором ничего больше не происходит, который не управляется CI, который абсолютно отдельный. То есть, это все тоже довольно важно. Вот. Много именно обсека именно по тому, как разработчики свои процессы разработки структурируют, то есть, что, как они подписывают коммиты, как они вообще заходят на этот чертов гитхаб, как бы, это самое, что у них есть, если у них фаервол на рабочей машине. Это, как ни странно, это абсолютно очевидные мелочи, но я в среднем, у меня есть такая, это самое, простыня двухчасового разговора с разработчиком. И все все знают, но не все все практикуют. И в этом плане, то есть, я трачу большое, как бы, количество вот этого самого времени именно на то, чтобы проговорить вещи, которые ты знаешь, но, как бы, я после этого тебя благословил, и ты пошел, и занялся два часа, ты, как бы, потратил на настроение полудискового шифрования на своем ноутбуке, чтобы его можно было потом забыть в поезде, в электричке, и ничего не было. Багбаунти у нас есть, причем мы ее сами тащим, то есть, мы считаем, что HackerOne это недостаточно демократично, там, самый по цвету штанов, вход-не вход, поэтому мы читаем все письма. То есть, у нас просто есть мящик, вы можете присылать письма, вы можете их там в GPG шифровать, чтобы никто по дороге не прочитал вашу открытку. Вот, и мы на все реагируем в течение 24 часов. На любое письмо, в том числе, как бы, нет, извините, вы нам не подходите, вы нам написали, что у нас этот самый курс проблемы, а у нас вообще статический веб-сайт. Это, ну, к сожалению, то есть, я понимаю, что заставляет людей идти на HackerOne, потому что, да, то есть, хотелось бы, чтобы вот все вот эти чуваки, которые свежи с курсов, у них есть сканер, и они его направили на наш сайт и потом пишут, несмотря на то, что у нас в полисе прямо сказано, что, как бы, сайт не интересует, пожалуйста, не обращайтесь к нам с этим. Ну, как бы, хотелось бы кого-нибудь нанять, чтобы они их фильтровали. Но, в конечном счете, я считаю, что это плохо, потому что я согласен на ложноположительное срабатывание, если у меня будет меньше ложного отрезательных. То есть, если никого не пошлют нафиг с валидным репортом, даже если он выглядит как полное шизофрения, за это очень маленькая цена, час, там, в неделю, два часа в неделю, ну, как бы, у меня уже, естественно, мне скучно так письма писать. Я шаблон написал. То есть, как бы, есть вот этот самый шаблон нахер конкретно проблему курс на нашем веб-сайте. Он статический, он выложен на GitHub-пейджерс. Ничего с ним не случится. Так, каталог стандартных ответов. Да, да, да. То есть, если ко мне приходит баг, который я вижу, скорее всего, найден стандартным сканером, то я пишу не ответ чуваку, а я пишу шаблон, который потом будет самым ответом и этому чуваку, и всем следующим. Это, кстати, клевый лайфхак, как разгребать почту. Почту никто не любит разгребать, потому что она скучная. А если достаточно хорошо абстрагировать задачу, она становится веселой. То есть, как бы, не напиши не только для себя шаблон, если только для себя скучный. Напиши шаблон для всей команды, да, как бы, чтобы он всем подошел. Вот. Напиши шаблон, чтобы в нем было не больше 50 слов. В стихах можно. Нет, в стихах. Ну, то есть, добавь себе, как бы, то есть, увеличиваешь абстракцию и дашь посуду вроде нескучно мыть. Ты сейчас описал, ну, так говоришь, обычный обсек, ну, там, что вот там, сшифруй жесткий и так далее. А вот что-то более блокчейн-специфик в твоей работе. Вот интересно, вот ты работаешь над только дотом, да, ты же тоже, наверное, ведешь этот проект, субстрат. Какие там задачи именно специфические для проекта и как эти задачи ты решаешь? Да, я довольно много думаю над обсеком именно около криптовалютным, как бы, не обязательно. Это именно наши продукты, то есть, эфир и так далее. И периодически у нас есть всякие, там, друзья и партнеры, с которыми тоже можно, как бы, сесть, поговорить, написать полиси. Как бы, вот у вас есть там тысячи миллионов, как их хранить лучше, чем просто на одном леджере, в котором вы верите, что с ними ничего не случится. Вот. Как делать бэкапы ключей лучше, чем просто написать их на бумажке, как бы, и держать ее под подушкой. Для этого иногда приходится даже тулы разрабатывать, то есть, я вот написал «Banano Split». Эта штука ты туда вводишь, то есть, это HTML-страничка, которая является приложением. Она заставляет, она не будет работать, пока ты не скачал ее себе на компьютер, не открыл ее как файл и не отключился от интернета. После этого туда можно ввести свой приватный ключ, который таким образом никуда не утечет, изгенерить, там, три-пять сколько-то листов с QR-кодами, которые ты раздашь друзьям. Только три из этих пяти вместе позволят тебе восстановить эту фразу. Вот. А два из этих пяти не делают вообще ничего, то есть, там содержится ноль информации про то, чего у тебя на нем зашифровано. Вот. То есть, такие штуки, да, я тоже, как бы, разрабатываю. Я очень удивлен, что их нету. Я бы предпочел жить в мире, в котором кто-то другой это делает, но пока... А я, мне кажется, что-то такое видел. Ну, я ходил с ней, как бы, я всем советовал ее. Второе, сейчас мы докрутим UX, наверное, для нее и поаудируем, и тогда я буду чуть более настойчиво ее всем предлагать. А как она работает технически? На Java или скрипте? Ну, она, к сожалению, неизбежно работает на Java скрипте. Моя задача, чтобы через 20 лет она смогла у тебя восстановить секрет из этих желтых пожеванных клочков, которые ты найдешь по своим друзьям. Вот. 20 лет – абсолютно реальная цифра, непридуманная. Ну, конечно. Единственная технология, которая у меня представляет, что проживет столько, это вот если будет этот один HTML-файл, в котором в теге скрипт будет прямо весь код. И ничего, кроме Java скрипта, к сожалению, туда посунуть нельзя. Я бы с удовольствием написал все на Rusty, скомпилировал бы WebAssembly и использовал бы еще что-нибудь такое, но, к сожалению, оно все не доживет, и, кроме того, оно легко поломается. То есть в WebAssembly нельзя хранить в том же HTML-файле, его надо хранить отдельно. Это когда ты копируешь это на флешку, отдаешь другу, ты копируешь только HTML, и все поломалось. Поэтому, да, мне пришлось как бы заниматься с Java скриптом. Абсолютно понятные претензии к Java скриптовой категорографии. И именно поэтому все эти танцы с тем, что сохраните его как файл, ну, как бы она оказывается работать, если ты ее запустил в недоверенном окружении. То есть она просто не дает тебе вообще никакого интерфейса, и это довольно отважно. И после этого, как бы, сайд-эффект волшебный, что она у тебя остается как файл, тебе не надо больше никуда ходить, ты один раз ее скачал, и после этого ты пользуешься столько, сколько надо. Там используется довольно хорошо аудированная библиотека TwitNatricLore.js для шифрования. И используется довольно, ну, как бы, довольно читаемый код, собственно, это самый Secrets.js, в конце Грэмпе, по-моему, который я лично прочитал, и там, как бы, там ничего особо крутого не происходит, вы в этом как бы пишете. Вот. Оно медленно и чудовищно. У него всякие другие смешные ограничения. В частности, я бьюсь, чтобы туда можно было RSA-ключи допикивать. На штане, как бы, такая простыня распечатка RSA-ключа в обычной сериализации, и QR-код, который получается на выходе, его невозможно сканировать. Он слишком мелкий в нем, слишком много всего. На плотере можно напечататься. Нет, как бы, то есть, просто ни одно из приложений сканирования не распознает QR-код и такой вложенности. Я экспериментирую с разными штуками, там, типа, так сжать здесь, подрезать здесь, использовать другую сериализацию, потому что задача, да, чтобы этот самый стоковый дамп RSA-ключа 4000 бит, можно было бы так сериализовать. Ну, это, как бы, одна, один из кусочков. У нас, как бы, у Parity, в принципе, есть более близкие обычные пользователи истории. Например, у нас есть Parity Signer, который нами видится как альтернатива Ledger'ам и Trezor'ам, просто с немножко другой моделью безопасности. Основная проблема Ledger'а в том, что ты явно телеграфируешь, что у тебя есть криптовалюта. И когда ты его покупаешь, ты можешь получить... Китайцы очень хорошо делают Ledger'ы, походу, идентичные натуральным. И это довольно большая проблема. Успаковываются в коробочку. Не, ну, как бы, этот самый, на последнем House Communication Congress'е был же этот самый полный спектр уязвимостей во всех артверных кошельках, начиная с того, что они раздавали в зал эти самые за 30 центов штук импланты, которые позволяют кнопочку физически удаленно нажимать по радиоканалу, которые влезают и в Trezor, и в Ledger. Они показали видео, как они при помощи фена просто в отеле вскрыли эту самую печатку, ее потом обратно заклеили. И, да, они показали кучу атак на прошивки, на достатание, конечно, секретов, запустили змейку на Ledger'е, как бы, не подписанную, все на свете. Это не такая страшная проблема, как это может показаться на самом деле. Ну, как бы, и прошивки там улучшатся. Но, в принципе, то есть проблема Ledger'а в том, что ты явно телеграфируешь, что, «Эй, я вот такой чувак, у которого миллионы». Кажется, что старый телефон гораздо более частая в быту штука, которую не надо отдельно покупать. И в этом плане им можно доверять гораздо сильнее. Поэтому у нас есть пари-десайнер, который, собственно, проект по превращению старого, ну, меренно старого телефона, планка проходит, есть ли там полный дисковый шифрование. Если есть, то, как бы, нормально. Если нет, то, наверное, не стоит им ничего доверять. Превращение такого девайса в аппаратный кошелек, который, как минимум, не хуже Ledger'а. Немножко, то есть, хуже, не хуже, очень спорный вопрос, потому что модели безопасности разные. Но, где и в чем? Такой телефон никогда не втыкается в компьютер, никогда больше не выходит онлайн. То есть, он вечно проводится в самолетном режиме. А все общение с внешним миром происходит через QR-коды. То есть, MyCrypto показывает в камере смартфона QR-код на подпись. Ты смотришь на телефон, нажимаешь, как бы, вводишь пин-код, там отпечаток пальца, что-нибудь. Разблокируешь ключ, подписываешь результат, показываешь обратно в камеру. Вот, у этого много интересных плюсов. То есть, первый плюс, да, то есть, я не втыкаю ничего в USB, соответственно, нет никакого возможности подсунуть какую-нибудь прошивку. То есть, никакой вирус на моем компьютере не может задействовать с моим, собственно, приватным ключом. Второй плюс, большой красивый экран. Это, на самом деле, очень важно. То есть, особенно, когда мы посылаем не просто транзакцию, а мы подписываем какое-то большее сообщение. Ну, и мы думаем там не только про эфириум, мы думаем про только дот, где сообщение, это голосование, номинации, миллион разных вещей. Наличие экрана, где все это реально можно поскролить, почитать, это большой-большой-большой плюс. Ну, и да, такие телефоны, мы считаем, что они, типа, бесплатные, они у вас уже есть, у вас не первый телефон в этой жизни, если вы не Столман. Последний вопрос, который мы с Сергеем сегодня обсуждали, вот нам было интересно, вот в контексте Polkadot. Допустим, я создаю свой блокчейн на субстрате за 15 минут, как маркетировано. Ну, и он там коннеклится к Polkadot, и все хорошо. Допустим, у меня возникает какая-то проблема техническая, которую я не могу решить, потому что там я не сам же это написал, да, вот кому какая-нибудь проблема связана с безопасностью, а у меня там, не знаю, у меня блокчейн там взломан, да, там я кому-то что-то там перекинул на другой блокчейн. Вот как это подразумевается хендлить? Вот эти риски, связанные с людьми, которые взяли на себя, ну, такую большую ответственность без соответственных технических ситуаций. Во-первых, основной тренд в криптографии, вообще в дизайне всех этих криптографического софта последних, вот там, десяти, наверное, лет, это то, что называется misuse-resistant APIs. Это API, которое очень сложно, если невозможно, применить небезопасным образом. В этом плане PGP — это ужасный API, а какие-нибудь этот самый Natri-Chlor, про который я уже говорил, это прекрасный API, потому что там есть команда «Зашифруй», и от тебя больше ничего не зависит, ты не можешь кривым способом скомбинировать примитивы или подсунуть туда нонс, который ты уже один раз использовал, тем самым раскрыть ключ и так далее. Мы старались Substrat сделать таким, особенно если мы говорим про use-case 15 минут на блокчейн, когда, скорее всего, никто вообще не будет писать кастомный код на Rust, а просто возьмет кубики из srml, Substratum Modular Library, и их каким-то образом комбинирует в башенку непосредственно для нужного проекта. И эта вся штука дизайнится как misuse-resistant, то есть сделать там что-то чудовищно плохое, наверное, не получится. По крайней мере, мы приложили все усилия, чтобы не было таких комбинаций этих кубиков. И потом, да, естественно, мы обильно показываем их третьим сторонам, для того, что, ну, как бы независимым ресерчером, мне надо проверить, какие имена я могу называть, какие пока поводы NDA, вот, но это было более одного раза, когда мы показывали заметным security-фирмам код Substratum, и получали как бы от них feedback, и если там было что-то, мы это фиксили. Понятно, что к выпуску Polkadot все более и более важно сделать Substrat правильно, потому что Polkadot в том числе питает Polkadot. И да, если там есть ошибка, то самый блокчейн, на котором видеопрокаты маленького городка запускаются, это как бы меньшее из проблем по сравнению с там с миллиардной оценкой самого Polkadot. Это у нас есть довольно сильная мотивация и, честно говоря, довольно сильный опыт, как бы сделать все правильно. Ну, а второе измерение этого, конечно, governance, про который сегодня как раз так много говорили, даже на сцене прекрасной конференции. В конечном счете есть возможность делать рантайм-апгрейды, а значит, есть возможность делать стейт-трансферы, которые нерегулярны. То есть, если мы договорились, что у нас вот такая вот демократия в нашем чейне на Substratum, которая не зависит, естественно, от Polkadot, то есть она управляется именно самим чейном и чейнами полностью автономно на этом плане, то чейн может принять решение вот по тому демократическому механизму, который туда отдельно заложен, что да, мы теперь вот делаем стейт-трансишн не такой осипой, и в частности, да, мы вернули там деньги, кто их потерял, или что-то такое. Это полностью как бы суверенная ответственность каждого парачейна, и в частности, да, этот самый основной парадокс с демократией соблюдается, то есть можно выбрать тиранину. То есть вы можете сделать таким образом, как бы делегировать кому-то все ключи от всех аккаунтов или что-нибудь такое ужасное. Вот, за данным образом для Kusamy, которую мы запускаем тут в ближайшие какие-то там дни недели, вот, и дальше, видимо, Polkadot будет запускаться таким же образом, мы используем это ровно в обратном способе. Мы запускаем их как тиранию с узлами-валидаторами только под управлением Web3 Foundation, и как только у нас в сети наберется достаточное количество других людей, которые хотят быть валидатором, Web3 Foundation дергает рубильник и самоустраняется. И запускает полностью этот демократический механизм, и рубильник односторонний, то есть его когда дергаешь вниз, его потом невозможно обратно оттуда. Это довольно интересный момент, потому что он полностью устраняет всякие проблемы, что как бы все валидаторы оказываются в одинаковых условиях. И это важно, потому что все, как построено Polkadot, она пытается максимально демократизировать все это вовлечение. Именно поэтому мы, естественно, потеряли в деньгах, когда мы делали голландские аукционы, необычные, с людьми, которые просто пошевеляются в нас деньгами. То есть в конечном счете у всех, кто купил на предпродаже токены, они были отпущены по одинаковой цене, даже если люди были готовы заплатить нам больше. Потому что мы верим, что таким образом это более справедливо распределяет токены по всем участникам. И да, это означает, что у нас больше разнообразных валидаторов. Да, мы хотели бы всех валидаторов поставить в одинаковые условия. Поэтому цепочка запускается, на цепочке ничего нельзя сделать, на цепочке нельзя переводить деньги из рук в руки, можно просто выбирать валидаторов. Вы выбрали достаточное количество валидаторов, все, теперь валидаторы главные, а мы чуть менее главные. Ну понятно, что дальше там есть вся эта прекрасная попытка в принципе сделать современную демократию, то есть как угодно ее там называйте, но идея именно в том, что да, мы строим вот эти параллельные социальные структуры, и мы пытаемся научиться на ошибках прошлых социальных структур, и мы пытаемся закодировать их таким образом, сколько дочь что. Их будет сложно использовать во зло. Они будут сопротивляться тому, чтобы плавно вот этим самым ползучим образом, капитализм или какая-нибудь тирания, или какие-нибудь прочие другие беды, которые мы видим в классической демократии дизайна 19 века, чтобы эти движения было сложнее реализовать на том движке демократии, который он нас сделал. К сожалению, это означает, что система довольно сложная, но если открыть любой учебник государственного устройства, современный государств, то есть наша система очень простая. Она будет усложняться, мы верим в это, но пока, да, там есть такой совет, секундический совет, технический совет, общие референдумы, есть адаптивный кворум, то есть чем больше людей откликнулось на какое-то голосование, тем меньше им надо перевеса для того, чтобы действительно победить, чтобы не было всех этих проблем с Brexit, когда пришло там половина из них, чуть больше, там 51% из этой половины проголосовал за, и мы все как бы дружно шагаем. То есть чем меньше вас появилось, тем больше вас должно быть перевес в пользу за, чтобы это считалось универсальным решением. То есть, к счастью, сейчас мы знаем немножко теории игр, мы знаем немножко поведенческой экономики, мы можем это все вплетать в наши системы, вот именно на уровне базовой инфраструктуры. Ну и да, то есть надеемся, что это нам позволит выиграть еще какое-то время, ну как бы как цивилизация, которая не скатится в территориализм. Технология-то рычаг, которая усиливает и слабых, и сильных, просто слабые и быстрее про это понимают. А вот так же было с интернетом. Много демократических завераний благодаря интернету произошло. Много сообществ выстроено, много крутых вещей. То есть весь современный open source немыслим без возможности легко найти единомышленников в странах, про которые ты никогда не слышал до этого. А потом какие-то эти самые монстры выяснили, как это использовать себе во благо, и мы имеем то, что имеем. Идея в том, что мы просто должны придумывать как можно более долгоиграющие системы, у которых этот самый, то, что называется, subversion происходит как можно медленнее, но тем самым мы просто выиграем больше времени, чтобы придумать сейчас следующую систему. К счастью, то есть как бы Polkadot и на самом деле все цепочки на субстрате, они заложены с пониманием того, что системы неизбежно будут придумываться, и они должны быть... Возможность проапгрейдиться на следующее вплетена непосредственно в то, что мы договорились считать цепочкой. Те самые on-chain апгрейды, они в первую очередь важны именно поэтому нам изглажены. Круто. Мне понравилось, как мы начали разговор с шифрованием жестких дисков и вы занеслись к максимально философским вопросам. Кирилл, очень приятно с тобой пообщаться. Могуешь мешки ворочать, но вот это приятно. Спасибо большое, очень приятно с тобой пообщаться.